всем привет дорогие друзья с вами фёстон и мы вновь играем старые волы и так ребятушки у нас в принципе неплохой счет 16000 это значит что мы можем сегодня что-то построить но я думаю мы построим хлеб да потому что зима близко нужно к ней готовиться будем разводить коров делать там что сыры наверно да всякие молоко в общем здорово давайте только глянем в календарь нету ли у нас сегодня у кого-нибудь завтра у нас будет день рождения у марни а сегодня мы свободны как птица в полете да и в небе майонез кстати по поводу майонеза у меня прямо накапливается много яиц лишних нам в день кстати пойдемте сбегаем как раз пока что до курочек нам в день курица приносит 4 яйца у нас один только майонезный аппарат и я редко его запускаю больше чем один раз в день поэтому нам тут построить еще несколько аппаратов блин убери свой меч просто зайди внутрь сушить а курицы что-то уже не едят сена курицы вы чего мне казалось что вы каждый день должны съедать все сено что-то как-то нет так здесь тоже можно сразу урожай собрать поспел виноград так и кукуруза отлично у меня кстати до сих пор там квесты есть нужно пять золотых кукуруз собрать здесь давайте вместо подсолнуха сразу в этом нем семечко даже не буду париться сейчас удобрение доставать такое себе семечко смешанных семян так что у нас по поводу золотой кукуруза давайте посмотрим я мог сюда откладывать да точно смотрите 4 отлично как раз 5 золотых кукуруз но я думаю мы ее сейчас в клуб не понесем хотя нам как раз 5 для задания нужно золотых кукуруз но я думаю знаете почему мы ее не понесем сейчас потому что нам нужно еще 5 золотых тыкв просто подождем они же скоро поспеют эти тыквы и ну как бы сразу по пути и то и это занесем тем более что сейчас мне в клуб бежать не совсем по пути нам сегодня надо будет зайти к кузнецу у кузнеца нужно забрать этот как его забрать нашу кирку я думаю сразу отправимся под землю потому что нам нужно ребят много нам нужно сегодня много копать вот это мы сразу я думаю все продадим 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 майонез продадим ну и все пожалуй что мы продадим да и кстати по поводу майонеза что там у нас просит автомат древесина камень земляной кристалл медный слиток у нас с медью да были проблемы я просто помню что мы их что-то не могли с одни медь есть парочка земляных кристаллов есть дерево камень есть слушайте мы наверно можем прямо сейчас еще парочку до аппаратов сделать смотрите я не могу их за раз сразу несколько сделать ну одновременно так ну и поставим я думаю куда-нибудь сюда и вот это я думаю тоже можно переставить чтобы они красивенько в ряд были так и сразу закинем вот как раз у нас три яйца остальные яйца скинем сюда я не знаю золотые яйца можно наверно продать или оставить их для всяких знаете там может какой-то конкурс будет как всегда или еще что-то будут просить эти яйца золотые ладно оставим так все остальное я думаю мы можем скинуть так древесину мы возьмем древесина нам сейчас понадобится живота тоже понадобится мы сейчас идем кузнецу но все да больше никаких живот у нас здесь нет так а вот это все скидываем скидываем ну и все вроде да сейчас еще проверю что у нас больше бомб никаких нет шляпу я думаю мы сейчас попробуем продать а но хоть там с 12 но он попробуем может получится в клуб успеть не 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 надо жрать яйцо да нет я просто хочу чтоб ты это вот как бы сделать так вот просто хотел чтобы он заглянул посмотреть бомбы здесь есть у нас или нет бомб нету ладно я думаю плитку скинем косу сейчас кинем она нам ни к чему опор даже сейчас ни к чему будет с удочкой вот как-то так так ну и все мы готовы ребят к выходу в город пойдем я думаю да сейчас через телегу сразу напрямую кузнецу смотрите слива как удобно что вот эти тележки появились это просто чудо саю ровно в девять утра кузнец с девяти утра открывается отлично наша кирка готова вы получили кирка из стали поэтому мы сегодня сразу отправимся под землю что еще расколоть животы с этим могли же попробовать сразу какой-то взять с собой инструмент может быть нам на что-то хватило бы чтобы что-то улучшить так парочка минералов у нас есть но блин этот ага они повторяются такие мы уже гюнтеру заносили если нет нам бы написали возможно гюнтеру будет интересно там трали вали но понятно что гюнтеру будет не интересно так ладно пойдемте как это у нас шахту да так я думаю будет быстрее и уже от шахты мы сейчас вернемся к робин поговорим по поводу постройки хлева но я надеюсь что робин сейчас дома потому что ее постоянно нету она то на юробике то еще где не особо то любит работать ну или ладно скажем так она у нас разно как бы разносторонний человек занимается многими делами но слава богу сегодня она за кассой так построить здание для фермы да кстати вот по поводу постройки я же даже место не определил заранее где мы будем строить но по моему смотрите есть по моему переме возможность переносить строение и насколько я понимаю это моментальная до штука допустим я не знаю допустим я хочу птичник на одну клетку крови вот видите да она моментально переставляется поэтому проблем нету сейчас где-нибудь построим потом если что перенесем здание я хочу построить хлев стоит это 6000 золотых 350 древесины 150 камня а если я кухню расширю это как бы моментально делается ну-ка давайте еще тебя спросим расширить дом 10 тысяч золотых 450 древесины нифига себе что скажешь да хочу спасибо я начну завтра закончу а нет расширение дома тоже до требует времени ну ладно смотрите 450 древесины она на это забирает и у меня еще 450 остается у меня дерево вообще навалом еще хватит чтобы построить коровник но смотрите я с ней больше поговорить не могу то есть она два здания за раз строить не может ну ладно пойдемте сейчас три дня пройдет все равно мы до зимы этот коровник построить успеем так о кого я вижу о отличный артефакт для гюнтера поэтому надо этих червячков периодически находить и выкапывать но я знаете я обычно не глазастый мне кажется я их часто пропускаю так давайте сразу вот так поставим не так удобнее будет и пойдемте я думаю наша сегодняшняя цель ребят будет добраться до сотового этажа времени 11 утра поэтому мы должны успеть я думаю нас ничего не остановит странная булочка блин странная булочка это здорово даже знаете не в том плане как бы это это просто какая-то еда вот у меня недавно и дать сейчас был конкурс у меня мне нужно было хотя бы какую-то еду положить а у меня не было никакой так отлично ну и сразу спускаемся я помню что здесь на девяносто пятом этаже никогда нету золото а нам нужно ребят золото нам нужно золото да нам в принципе все нужно что можно добыть под землей у нас меди мало железа вообще практически нету золотом тоже проблема именно поэтому мы сейчас здесь копошимся ладно но надо быть осторожней тем более вот на этих уже сотых уровнях здесь довольно быстро можно потерять лицо здесь у нас ничего да пойдемте в правое крыло сразу и стреляющийся этот призрак так все собрали теперь надо найти выход на этом мы проще будет что-нибудь взорвать вот здесь например какой же офигительный радиус у этой бомбы к сожалению она у меня только одна была и она не помогла нам сейчас найти выход смотрите как круто сразу ежиода и золотая руда слушать а здесь неплохо золотая руда падает просто с камней золо выхода нету совсем выход может быть абсолютно под любым камнем вот в чем проблема даже на самом входе золотая руда золотая руда что изумруд-что ли а не припомню чтобы я до этого изумруда находил. Не находил, да? Ярко-зеленый драгоценный камень. Но Гюнтуру он не нужен. Не знаю, надо будет посмотреть, что с ним можно сделать. Музычка, кстати, тоже не припомню, что мне такая играла в игре. Ну, блин, опять сейчас придется каждый камешек копать, потому что выхода мы не видим. О, отлично. Это какой уже? 98-й этаж? Нам еще два этажа, ребята, осталось преодолеть и попадем на сотый уровень. Я помню, я не знаю, я думал, что сотый уровень это финальный. У меня, кстати, есть задание набраться до последнего этажа в подземелье. Но кто-то мне потом в комментариях писал, что сотый это не максимальный. Ну, не знаю, сейчас посмотрим, ребят. Я думаю, сегодня-то мы уж точно до сотого этажа опустимся. Я знаю, еще где-то читал, что вот этот автобус, который стоит в городе, что он через какое-то время заработает, и там можно будет то ли в пустыню отправиться, в пустыню, да, по-моему, и там будет еще какие-то шахты совсем другие. О, отлично, у нас есть спуск вниз. Но нам время не поджимает. О, бомбы есть, здорово. Время нас не поджимает, поэтому я сейчас здесь пробегусь, гляну, что здесь есть. Здесь, вон, золото есть уже хорошо. Так, сейчас прыгнет. Блин. Нет, 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 нет. Черт побери, вы видите, сколько я просто на ровном месте сейчас здоровье потерял? Здесь очень опасно. Ты можешь как бы нормально, 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 все, потом бах, что-то как-то тебя неудачно там в спину подперли, прыгнули, замедлили и, блин, сожрали. Надо быть в этом плане осторожнее. Да, блин. Вот опять я сам подставился. Очень хотелось мне по-быстренькому все сделать. Сейчас будем осторожнее. Вот с этим призраком, по идее, он очень быстро ходит, поэтому с ним лучше не драться напролом. То есть лучше как бы он подходит, ты его там пару раз ударил, отошел, пару раз ударил, отошел. Ну, чтобы уж наверняка точно не терять здоровье. О, смотри, сразу спуск вниз. Ну, даже не знаю, конечно, в центр интересно сходить, но уже 19.20... Ну, блин... Ладно. Времени еще вроде навалом. Давайте сходим в центр. Вот так лучше с ним любиться, как я сейчас. Лучше постоянно это, отходить. Ай-яй-яй-яй-яй. Что-то как-то... Что-то как-то опасно все, да? У нас, кстати, мы это... Докатились до такой жизни, что мы едим еду не для того, чтобы восполнить энергию, как это обычно бывало. Для того, чтобы восстановить здоровье. Обычно мы едим только, чтобы энергию восполнить. Так, этот парень стреляется. Он, наверное, больно бьет, если словить его снаряд. О, у меня же вода это очень хорошо. Так, вы откуда, товарищи, взялись? Мне кажется, у них такая установка. Когда я зайду в центр, отсюда вылетают три летучих мыши. Что-то типа того. Давайте копнем здесь. Я надеялся, что здесь откроется выход вниз. Ну ладно, давайте тогда вернемся назад. У нас же там есть выход. И тем более мы уже на девяносто девятом этаже. То есть мы сейчас точно знаем, что сейчас сотый этаж. И я думаю, можно уже бежать домой. Хотя, в принципе, торопиться нам незачем. Мы можем еще там, ну как бы, походить где-нибудь. Нам нужно медь собрать, нужно железо собрать. Мы сейчас-то вот сходили, о чем мы на гребле. Ну, золотой рудой прилично прилетело. Рубин. Кольцо света. Ну, у меня кольцо света уже есть. Не, крутая, конечно, вещь. Но одного вполне достаточно. Так, вот он, ребятушки. Сотый этаж. Что это? А, вот это, типа, чудо-фрукт, как на ярмарке, который был, да? Он навсегда повышает максимальное количество энергии. Вы нашли звездную каплю. Это странно, но ее вкус напоминает вам об одном. Сворд. Максимальный уровень энергии увеличен. Ну, у меня уже с максимальной энергией вообще все в порядке. Смотрите, здесь прямо такое, я не знаю, кровавое. Здесь можно рыбачить на сотом этаже. Ловятся некоторые уникальные рыбы, которых нельзя поймать в других местах. Ну, как бы ничего такого особенного. Знаете, для меня главная рыбалка, это рыбалка для этого. О, смотрите, термосапоги. Одна защита, два иммунитет. Но мне мои сапоги нравятся больше. Для меня главная рыбалка, это та рыбалка, которая, ну, как бы, для клуба идет. Да, блин. Уютный такой этаж, небольшой. Но нам уже пора торопиться домой. И, знаете, у меня такая мысль, что нам, наверное, в скорое время сейчас придется ходить под землю, ну, на какие-то верхние ярусы, чтобы добыть побольше железа и меди. Потому что здесь, конечно, золото добывается хорошо, но все остальное не очень хорошо. Железные руды всего лишь одна штучка. А нам нужно железо. Ну и нам пора уже торопиться, это, домой. Уже позднее время. Я сейчас попробую, но, по-моему, уже не работает, да, вот этот клуб. Он, наверное, до 10 или как? Или все-таки он поздний? Да, до 10 они работают. Ну ладно, что, побежали домой. Нам уже скоро спать нужно. Слава богу, знаете, раньше бы вот нельзя было так долго в шахте ползать. Пока, когда вот этих тележек не было. А сейчас вот, видите, спокойно до часу ночи лазим. Хлоп, один телепорт, и ты уже практически рядом с домом. Тут буквально пара шагов пройти. Раньше сколько раз я в обморок, да, падал, потому что чуть-чуть там не мог рассчитать. Потому что бежать с шахты было далеко до дома. И не успевал, к сожалению. А сейчас с этим делом попроще. Нам может что-то скинуть, продать. Я даже не знаю, у нас столько всего. Вот это, по идее, где не написано для Гюнтера, то можно сразу продавать. Но вот насчет изумруда я не уверен. Сейчас гляну. Так, ну вот, смотрите, что здесь нам пишут. Изумруд. Это минерал, его можно получить. Тра-та-та-та-та. Смотрите, его любят некоторые, да, двор, вклинт. Но любят это как бы не обожают, да. По-моему, там как-то пишут по-другому, когда это лучший подарок. Ну, допустим, гном, да. А, нет, смотрите, это лучший подарок для Дворфа. Ну, неплохо. То есть любят, это значит лучший подарок, да. Слушайте, ну вот такой неплохой подарок. Для многих он считается как лучший, правильно я вас понимаю? Да. Слушайте, ну это здорово. Не, изумруд мы, конечно, оставим, сейчас продавать не будем. Но вообще, смотрите, что здесь еще пишут. Изумруд могут попросить в любое время года в случайном задании на доске объявлений у магазина Пьера. Мне кажется, нам нужно завести еще один отдельный сундук и складывать туда хотя бы по одному вот эти какие-то редкие камушки. А, да? Я думаю, как-то так. Ну ладно. Изумруд мы, значит, продавать не будем. А еще у нас там есть, допустим, Кианит. Давайте сразу посмотрим. Ну, он нравится, но как бы не является хорошим подарком для кого-то. Кианит можно спокойно продать. Он даже ни в каких квестах не используется. Есть у нас там еще Рубин. Так, Рубин. Ну вот его тоже некоторые товарищи любят. И он тоже может попадаться в заданиях. Его мы тоже оставим. Так, а все остальное, я думаю, можно продать. Вот это мы, наверное, вот так сейчас переставим, чтобы корзину... А, это и была открыта корзина. Так, ну смотрите, что продаем, да? Кианит можно продать. Сланец можно продать. Изумруд, Рубин оставляем. Это все, я думаю, оставляем, оставляем. Да и все, пожалуй, больше продать-то нечего. Я бы еще вот эти сапоги продал. И вот это кольцо. Ну, оно, кстати, вот мне что не нравится с этими вещами, они стоят все копейки. А их таскаешь, ты обычно в шахту, ну, стараешься с утра уйти. У тебя там магазинчик при шахте, где вот это все могут купить, не работает. А потом ты как-то возвращаешься тоже. Слишком поздно, и он уже не работает. Вот это вот вечная проблема. То еще не работает, то уже не работает. И ты вечно туда попасть не можешь. Так, можно сразу яйца. Ну, блин, как-то опасно, уже времени много. Сейчас вот сюда закинем все, что нам не надо. Золото, я думаю, мы возьмем с углем. Мы сразу завтра с утра первым делом отправим их на переплавку. Жиоды тоже у себя оставим. Ну, ладно, мы сейчас все скинем, а потом заберем нужное. Я думаю, вот так будет проще сделать. Вот, жиоды забираем. Они нам понадобятся. Бомбы, смотрите, три штуки. Офигеть, очень хорошо. Так, это мы отнесем Гюнтеру. Сливу можно было продать, но я ее не заметил. Так, и пещерная морковка. Ну, пускай пока что лежит здесь до лучших времен. Так, ну вот, я думаю, как-то так. Ну и все, ребят, можно отправляться по-быстрому спать. Завтра будет день опять. Но об этом уже в следующих выпусках. А у меня на этом все. С вами был 111. Спасибо за просмотр. И до новых встреч, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok